Субтитры создавал DimaTorzok Общенациональный благотворительный фонд «Ердам помощь» продолжает реализацию акции «Дорога жизни. Покормление нуждающихся и малоимущих». Пять дней в неделю сотрудники фонда раздают горячие обеды всем, кто приходит за порцией еды. Такие здесь все люди добрые, доброжелательные. Большое спасибо за поддержку. Очень все вкусно. Мы вас любим, уважаем. Спасибо. Комплекс «Ердам помощь» Бульвар, первая очередь которого откроется в этом году. И где впервые в Казани предусмотрены специальные площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с Ураевичем смотрим разные проекты площадки «Доброе Казань» и видим, встречаемся с подвижниками, теми людьми, которым не все равно, неравнодушным, которые помогают другим, которые целью своей жизни сделали служение другим. И, конечно, «Ердам» это на сегодня одна из лучших площадок в России, революционных, которая работает с незрячими и слабовидящими людьми, которая, конечно, действительно обладает лучшими практиками. Вот видно, как она развивается, потому что видно, что с момента нашего предыдущего посещения, 7 лет назад, насколько видно, сразу разрослась территория, появился спортивный комплекс. То, что и в спортивном комплексе современные тренажеры здесь занимаются, причем важно, что здесь занимаются разные дети и взрослые, и люди с ограниченными возможностями не только по зрению, но и, например, занимаются ребята танцами на колясках, другие ребята. Это, конечно, очень ценно, то, что используются самые передовые методики реабилитации. Это здорово. И это как раз то, что делают некоммерческие организации, то, что они умеют делать лучше других и лучше всего. Спасибо. Духовно-нравственный центр «Хаджар», открытый в этом году фондом «Неродан помощь» в районном центре Апастово, посетил Марат Ахметов. Заместитель-председатель Государственного совета Республики Татарстан высоко оценил роль центра воспитания подрастающего поколения. Об активном использовании центра в деле нравственного воспитания детей говорили представители исполкома Апастовского района с руководителями детских садов и молодежных организаций. Отметим, что в августе в центре прошла третья смена оздоровительных курсов для мальчишек и девчонок. Которые не только хорошо отдохнули, но и получили новые навыки и знания. Комплекс фонда посетил известный итальянский скульптор и художник Лоренцо Куина. В Казани открылась выставка его работы, гостю показывали достопримечательности города. К ним относятся и реабилитационный центр фонда «Ярдан Помощь» и его спортивный комплекс «Дан». Гость был рад увидеть уникальный центр и инклюзивный спорткомплекс. Впечатлен увиденным, насколько важна и необходима работа, которую здесь делают. Это действительно невероятно. Появляется отличное чувство сопереживания. Во-первых, вы видите важную и необходимую работу, которая здесь выполняется. А во-вторых, вы осознаете, насколько вам повезло. Мы иногда этого не понимаем. Мы не видим, какие сложности и трудности приходится преодолевать людям, которые здесь получают помощь. И мы должны понять, что эти люди обладают невероятной силой. Наши проблемы – ничто по сравнению с их проблемами. И мы должны радоваться тому, что имеем. В шатре фонда «Ярдан Помощь» состоялся традиционный для августа праздник, посвященный предстоящему новому учебному году. В этот раз приглашенных родителей и детей ждала не только яркая и насыщенная программа, но и столы с угощениями. Инициатор акции, вице-президент фонда «Ярдан Помощь» депутат Казанской городской думы Малика Гельмудинова поздравила детей и родителей с наступающим новым учебным годом. Дорогие ребята, пусть в ваших дневниках всегда будут только хорошие оценки. И пусть этот новый учебный год для каждого из вас будет счастливым, радостным, интересным и плодотворным. Удачи вам всем. Спасибо. Огромное спасибо Малика Романтовна. Перед тем, как раздать специальные школьные наборы, иранцы со всем набором концтоваров, ведущий благотворительного мероприятия Данил Зайнулин и пел, и загадывал о загадке, устроив настоящий веселый праздник и для детей, и для родителей. Участниками акции стали дети из малообеспеченных многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Очень даже приятный был праздник, очень даже неожиданно было. Мы вообще не ожидали, что здесь даже и столы накроют. Очень было очень душевно, очень даже для детей весело было, очень замечательно. Спасибо. Я первый раз попала на такое мероприятие, очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Уже не первый год в рамках акции «Помоги собраться в школу» депутат Казанской городской думы, вице-президент фонда «Ердам помощь» Маляка Гельмандинова помогла региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота» приобретении наборов концтоваров для школьников. Комплекты были доставлены в досуговый центр «Мечта», где базируется организация. Кроме школьных наборов, традиционно для детей пироги, конфеты и чак-чак. Праздник у нас продолжается, и у нас сегодня гости, наши давние друзья из благотворительного фонда «Ердам помощь». Я представляю наших друзей, они просто пришли тоже не вкусными руками к нам, а в принципе такие замечательные пироги, которые вы сейчас будете все дружно кушать. И маленькие подарочки для наших школьников. Учитесь, старайтесь учиться хорошо. И пусть этот новый учебный год будет для вас самым радостным, самым счастливым и успешным. Организация «Забота» объединяет родителей детей с особенностями развития, имеющими различные ограничения здоровья. Поддержать нуждающиеся семьи и помочь родителям достойно подготовить детей к школе – главная цель республиканской акции «Помоги собраться в школу». Традиционно в преддверии праздника 1 сентября у нас гости из «Ердам помощи», наши друзья уже давние. И сегодня такой замечательный праздник, когда мы пригласили наших подопечных ребят. И были гости-аниматоры, и каждый ребенок получил вкусный подарок и школьные принадлежности к 1 сентября. Спасибо всем неравнодушным людям, которые отвлекаются на просьбу о помощи. Всем благотворителям, кто участвует в добрых делах, кто помнит о нуждах других людей, кто добр с сердцем и видит не только собственную боль, но еще те, кто рядом с нами. Спасибо всем. Спасибо большое благотворительству ИАТЭН за сегодняшний день, за сегодняшний праздник, который нам устроили, за подарки замечательных в школе. У меня двое детей. Один на домашнем обучении, и вторая девочка учится в школе. Воспитываю их одна, и для нас это большая помощь. И мы очень благодарны и рады. Бигзур, Ахмад, очень вкусные пироги, очень вкусные гостиницы, хорошие подарки. Спасибо большое, что не забываете из наших детей. Бигзур, Бигзур, Ахмад. В течение трех дней в спортивном комплексе ДАН фонда Ирдампомощь проходил мастер-класс, организованный Межрегиональной Федерацией спортивных танцев на колясках. Инициатором и одним из организаторов проведения мастер-класса стал казанский танцевально-спортивный клуб «Танго». Этой осенью исполнится год, как в клубе начали заниматься танцами на коляске, и сегодня в нем уже около 20 желающих учиться танцевать. С июля этого года занятия клуба проходят в спорткомплексе ДАН, в котором созданы все условия, как в плане бытовых нужд, так и для занятий. Мы катались в другом зале, где не очень хорошее покрытие было. Там тяжело, там коляску повернуть, развернуть тяжело было. И я понимала детей, когда они говорили, мы устали, мы уже не хотим. А это, оказывается, все зависит от покрытия. Я сама тоже в это вовлеклась. Мы ходили вначале в другое место. Это вот в ДАН нас позвали, и мы не нарадуемся. Потому что, во-первых, здесь доступность, среда вот эта, с коляской удобно въезжать. А во-вторых, это то, что, ну, и покрытие хорошее. И мы благодарны вот этому ярдаму за то, что они нам позволили сюда ходить. Справо держим на месте, а левым шагом назад. На раз, два, три, четыре. Маякник влево. Пять, шесть, три, со шестьдесят, девяносто. Без малого сорок участников из четырех регионов России три дня осваивали базовую технику владения коляской. Кто-то индивидуально, кто-то со стоящим на ногах партнером, а кто и с помощью родителей. Те ребята, которые никогда не смогут быть на паркете чемпионата России, Кубка России, мы считаем, что делиться знаниями, если они правильно будут владеть коляской, они могут применить эти знания, в первую очередь, для своего здоровья, фестивальной истории, для души. Это очень важно. Мы не делим участников мастер-класса, будут они у нас на паркете танцевать или нет. Мы делимся щедро знаниями со всеми. Трехдневный мастер-класс по программе «Азбука танца на коляске» Межрегиональная федерация спортивных танцев на колясках реализует при поддержке фонда президентских грантов. Цель – дать толчок развитию этого паралимпийского вида спорта. Я очень счастлива, что попала на мастер-класс. Я много лет хотела заниматься танцами на колясках. И, наконец, моя мечта сбылась. Надеюсь, в дальнейшем я продолжу заниматься танцами на колясках. У меня дебют. Я впервые села в коляску. Впервые прочувствовала на себе, как говорится, весь опыт от кончиков ног до макушки. Одно дело, когда мы тренера и хореографы смотрим видео, что-то читаем, объясняем, так скажем, на пальцах, словесно. А другое дело, когда мы сами окунаемся в эту атмосферу и понимаем, как правильно двигаться, как грамотно работать корпусом, прессом, руками. Я уезжаю в город Ешкар-Ала с огромным багажом знаний, умений, навыков. Буду учить своих воспитанников двигаться дальше. Я закончила Казанский институт культуры. То есть я теперь смогу не только сама заниматься, но и учить ребят. В танце ты можешь выразить себя на полную катушку. И независимо от того, что у тебя, какие ограничения. Ты полноценен. Сразу после завершения мастер-класса в спорткомплексе ДАН прошел первый чемпионат Республики Татарстан по танцам на колясках. Участниками стали ученики школы чемпионов танцевально-спортивного клуба «Танго», которые показали свое мастерство в четырех дисциплинах. И в каждой из них определялся свой победитель. По итогам сегодняшнего чемпионата Республики Татарстан по танцам на колясках будут присвоены спортивные разряды, которые позволят нам участвовать в путевку на чемпионат России. В реабилитационном центре фонда «Ирдам помощь» прошли двухнедельные курсы по проекту «Поддержим друг друга». Люди с нарушениями опорно-двигательной системы, с диагнозом ДЦП, колясочники приехали в центр не только из городов и районов Татарстана, но также из Оренбургской области и Башкортостана. Программа курсов традиционно была насыщена. Физкультура и ЛФК, занятия в спорткомплексе «Дан», различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и домоводству. Реабилитанты побывали в музее, на выставке, в театре, посетили Казанский Кремль. Положительные впечатления и отзывы реабилитантов звучат не только на итоговом собрании, посвященном закрытию курсов, но и после него. Я уже здесь не первый раз, мне здесь очень нравится. Я здесь нахожу новых друзей и подруг, новое общение. Здесь очень хороший персонал. Мы ездим по экскурсиям, занимаемся спортивными занятиями. Тут очень хорошо. Хотелось бы еще сюда приехать. Здесь я отдыхаю душой. Поэтому мне очень нравится. Ей нравится очень. Так-то мы дома сидим, никуда не ходим. Выезды есть. Она вот первый раз это видела, дождь щупала. Ну, куда-никуда не ходим, мы на втором этаже живем. Ну, так-то дождь она знает. А вот щупать, я говорю, вот щупай вот этот дождь. Янгар джавуа. Янгар. Вау. Многое что хочется. Да, да, да. Ну, не может. Не может. Ну. И это. Инсульт? Да, инсульт. На правую сторону. Да, вообще. Так, что. Ну, нога нормальная сейчас? Вот так. Ого. Ого. Янгар похож? Конечно. Мы уже не первый раз здесь, уже второй раз. Но Инуране нравится очень увлечение. Влечение и фокомассаж понравилось. Я бы еще остался, честно. Чем тебе здесь нравится? Ну, коллективная обстановка, реабилитанты, все доброжелательные, там, там, все помогают друг другу, там. Ну, в общем, в общем, все понравилось. И питание тоже хорошее. Спасибо поварам тоже. И сотрудникам, всем, кто мне, там, помогал. Я типа, можно было побольше остаться, я бы остался. Честно. Очень понравилось. Охота еще сюда приехать. Охота еще, еще, понимаешь? Вот у меня такое несгладимое впечатление от этого, от метель Тиердам. Просто, как говорится, непередаваемое ощущение от Тиердама. Я прям не видела такого, я сколько лет была в таких местах, но здесь впервые. Обильное питание, индивидуальное отношение ЛФК. Каждый палец, каждое движение все показывает. Физкультура. Потом работники, которые полы моют. Это же, вот скажешь ему, вот эта вещь нужна. Тоже секунду принесут. Нигде так не относятся. Только здесь, я поняла, наверное, это кусочек рая. Кусочек рая здесь. Вот именно для больных. Всем спасибо. Так хорошо предоставили нам за эти дни. Нам даже уезжать неохота. Я у всех девчат маленьких спрашиваю. Хотите уезжать? Никто не хочет уезжать. Я тоже не хочу, но я хочу, чтобы другие люди видели этот рай. Не только нам. И другим надо, я это понимаю. И я люблю жить. И хочу, чтобы другим тоже это предоставлено было. Чтобы они видели, какая жизнь. Пусть люди приезжают сюда отдыхать. Они намного-намного поднимутся в свое настроение. Жить хочется после этого отдыха. И хочется еще раз сюда приехать. И хочется всем пожелать, кто здесь за нами ухаживает, крепкого здоровья долгих лет. И чтобы сколько Бог уготовил нам, чтобы на ногах ходили люди. На ногах. У одного французского академика спросили, что такое счастье. Он сказал, сходить в туалет своими ногами. Это правильно. Курсы по проекту «Поддержим друг друга» прошли при поддержке гранта РАИС Республики Татарстан на развитие гражданского общества. В сентябре в репутационном центре фонда «Ирдам помощь» будут проходить курсы для незрячих и слабовидящих людей по проекту «Видеть и слышать сердце». О них до сгох мы расскажем через месяц. Всех вам благ, будьте здоровы и до хранит вассала. Ассалам алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Субтитры подогнал «Симон»